Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о дисциплине. Второй столб, да, мы говорили с вами в прошлой программе, что есть личный пример, утверждение ободрения и, собственно, дисциплинирование. И нам важно создать такую, знаете, устойчивую систему. Сегодня я хочу поговорить об одобрении. Мы с вами очень сильно, по крайней мере, в нашей культуре сконцентрировались на реактивной дисциплине. То есть мы реагируем на поступки нехорошие. И мы настолько привыкли реагировать на негатив, что дети также выработали уже собственное отношение к тому, что если ты хочешь привлечь внимание папы, надо сделать обязательно какую-нибудь гадость. Очень часто дети, особенно маленькие дети, да и, наверное, большие дети, они делают какие-то противоправные вещи, нарушают правила, заходят за границы дозволенного только для того, чтобы привлечь внимание родителей. Происходит это потому, как я уже сказал, что мы в большей мере реагируем на какие-то негативные поступки. И это как раз уже на сегодняшний день и привело к определенному дисбалансу. Другими словами, просто вот подумайте на эту тему. Когда мы наказываем детей, когда мы только наказываем детей, когда мы исключили из воспитания наших детей поощрительную дисциплину, мы тем самым провоцируем наших детей на нарушение правил. То есть, грубо говоря, когда мы только наказываем, мы тем самым не помогаем детям исправить их нехорошее поведение, но мы напротив толкаем их к еще большим проблемам. Поэтому, когда мы думаем о наших детях, мы думаем о том, чтобы их воспитывать правильно, чтобы они были целостными, зрелыми личностями, нам необходимо поощрение. Оно не должно быть всеобъемлющим, оно не может занимать абсолютно все, но, тем не менее, оно в обязательном порядке должно присутствовать. Поэтому, когда твой ребенок сделает что-то хорошее, не важно, это что-то очень крупное, значительное или, возможно, это мелочь, необходимо это заметить раз, то есть быть наблюдательным, присутствовать, быть активно вовлеченным, то есть смотреть за своим ребенком и поощрить, то есть сказать что-то хорошее, что-то доброе, что-то, знаете, такое ободряющее и красивое. Ты молодец, ты смог, вау, как у тебя это получилось здорово. Дети очень любят, когда их хвалят. Это поднимает самооценку. Более того, когда мы поощряем наших детей за хорошие добрые поступки, мы закрепляем понимание в их разуме, что добрые дела будут иметь позитивное воздаяние. В противном случае, если мы этого не делаем, то этого маркера, да, нет. То есть ребенок думает, что если я сделаю что-то плохое, то мне обязательно достанется. Если же я сделаю что-то хорошее, то, скорее всего, родители этого просто не заметят. Итак, если вы хотите воспитывать зрелую личность, система поощрений должна присутствовать в обязательном поймать.